готова я показать вам свою кухню друзья смотрите какая она у меня стала вот я во-первых постелила здесь новый ковролин видите да вот он серый был у меня бежевый кто помнит и конечно же я здесь вот такую плитку положила это тоже ламинатная плитка такая вот она посмотрите как теперь смотрится моя новая кухня только вчера я закончила плитку эту я клала сама вы не поверите хотя вы знаете очень трудно сказать по правде у меня болит спина и коленки до сих пор и я себя хвалю за то что я так классно и быстро все сделала сейчас а я еще вам по я показываю вам общий общий вид кухни вот здесь если кто-то пропустил хочу сказать что я купила себе новую газовую плиту замечательную видите все с ней хорошо это плита индезит ну и стиральная машина у меня тоже новая ничего я здесь здесь не поменяла как вы видите уголки эти старые остались хорошо бы конечно здесь вот поменять вот эти дверцы страшные скрипучие но это я думаю будет уже как-то попозже а может быть не знаю созрею я не созрею вот что еще хотела я вам показать я покажу вам сейчас как я укладывал эту плитку кому интересно посмотрим вот друзья смотрите так это выглядит каждую плитку нужно сюда уложить а сначала я все это конечно же вы мало высушила весь пол очень сильно протерла по-хорошему сухой тряпкой вот не знаю приклеится ли сейчас покажу вам вот они эти у меня плитки видите как они выглядят вот такие это тыльной стороной клеющий надо приложить сюда пол очень аккуратно и приклеить сейчас попробую я это сделать а а а Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Сейчас кухня смотрится так веселее, светлее. И вот она выдержана теперь у меня в таких вот серо-белых тонах. Мне это тоже нравится. Что касается бойлера, вы видите, здесь, конечно, у меня все это безобразие так и стоит осталось. Я попыталась как-то здесь приукрасить вот этот вот угол. Сейчас покажу вам тоже. Здесь я повесила свою новую полку. Вот она. Я сама ее повесила. Но вы знаете, интересная еще история. Видите, что она должна быть наоборот. Вот это вот прикручено она должна быть. Но вы представляете, что шляпки тех болтов, которые здесь были приложены к этой полочке, они, оказывается, не предполагают, что она на них будет надеваться. Они по диаметру больше вот этих отверстий. И когда я уже эти болты вкрутила, я поняла, что я не могу эту полочку на них повесить. И мне пришлось ее повесить другой стороной. Ну, ничего, как говорится, умный не скажет, дурак не догадается. Вот, что значит все делать самой. Ну, вообще, мне кажется, она у меня здесь вписалась. Вот видите, я даже цветок нашла красивый для нее. Принесла с окна. Не знаю, конечно, как он у меня здесь будет себя чувствовать. Здесь, конечно, угол такой не очень освещенный. Вот я здесь еще, в таком новом башмаке чудесном, свой кактус посадила. И вот здесь тоже у меня маленький суккулент. В общем, украсила как могла. Конечно же, мои поделки, как вы видите, как обычно. Ну, да ладно, это для тех, кто интересуется цветами, а для тех, кто интересуется кухней и моими новыми здесь преобразованиями, еще раз показываю. Вот я хожу опять, вы слышите, что скрипит все внизу. И то, что здесь опять мне вот этот вот ковролин постелили очень неудачно, нехорошо. Вот если мы присмотримся, видно, что он не натянут, как положено. Видите? Ошиблась я очень сильно с цветом, серого цвета я его сделала. И вы знаете, получается, что он и на новый-то не похож. Вот видите, я и в коридоре тоже постелила полностью этот ковролин серый. Ну, вот везде сплошным куском. Очень сложно было стелить. Я сама не смогла, потому что, видите, как его надо было вырезать вот таким вот одним большим куском. Ну, и поэтому пришлось мастеров вызывать. Мастер-класс. Ну, ничего, вы знаете, он у меня сделан на таком, на подложке очень хорошей, толстой, 12-миллиметровой. Поэтому мягкий такой, теплее стало и уже хорошо. Вот ковролин. Они с меня взяли 200 фунтов, не считая стоимости. Еще 100 фунтов я заплатила за ковролин. Я уже решила, что, ну, если я такие деньги буду им платить, то они сделают как положено. А вы знаете, ничуть не бывало. Вот. Ну, по поводу, поэтому я и решила сама положить вот эту вот уже плитку на ламинат. Потому что вот этот кусочек здесь, видите, он тоже маленький здесь, 3 метра, наверное, на 2,5 так же. И вот они запросили за этот, просто постелить листовой сверху, они запросили 280 фунтов. Ну, друзья, я решила, что я, наверное, не готова 500 фунтов, больше 500 фунтов платить за пол на кухне. Ладно, в общем, я сделала сама. Я не знаю, конечно, насколько долго прослужит. Сейчас он смотрится, конечно, прекрасно. Ну, потому что я его только что, только что закончила. Вот еще вчера тут еще убирала остатки. Вот, будем смотреть, и если кто желает, я расскажу, как он будет у меня служить. Не буду я, конечно, его сильно уже чем-то замывать, только аккуратно влажной тряпкой. Ну, это все понятно. Вот такая у меня теперь, считай, почти новая кухня. Всем, кто спрашивал, показываю все подробно. Показываю вам с этой стороны свою кухню. Вот, видите, здесь, конечно, бы хорошо еще вот эту поверхность все поменять. Может быть, я на будущее это сделаю, потому что она теперь у меня вообще не подходит к моему основному цвету. Серо-белому, видите. Здесь даже как-то... Ну, вот, видите, опять вот это у меня завешано. Нужно дверцы здесь менять все. Одно за другое цепляется. Вот камин тоже, видите. По идее, конечно, все эти шторки. Так любимые англичанами. Она здесь, эта шторка висела, только другая, красная. Когда я купила эту квартиру, здесь тоже висела шторка. Это они любители, конечно. Вот, так я на ближайшее будущее запланировала себе здесь все заменить, поставить двери там у меня. Типа кладовки. Рушить, конечно, этот камин. Это очень затратно и дорого. Здесь вот такой дымоход огромный, видите. А, кстати, я вам не показала. Вот, вот, ой, затемнилась у меня камера. Вот здесь вот у меня все побелено. К сожалению, поднимаю и камера затемняется. Но вы видите, что все здесь убрано. Вся плесень. Все побелено. Я тоже сама это сделала. Но я думаю, что пока основное я сделала. Мои постоянные подписчики спрашивают у меня. Показывайте нам, пожалуйста, ваши цветы. Нам интересно. Вот я показываю. Вот этот, видите. Но не только он. Они у меня все после моего удобрения выросли просто как на дрожжах. Ну, посмотрите. Он у меня года два просто обычный был. А сейчас он прямо вымахал. Вот здесь у меня такое панно тоже. Но, к сожалению, один кактусенок погиб. Осталось только два. Вернее, это суккуленты опять. Я их по привычке называю кактусет. Вот. Вот этот разросся очень сильно, но почему-то не цветет. Не знаю, то ли это декабрист, то ли кто-то другой. И, конечно же, любимый мой, вот этот вот, любимое мое кашпо с этими суккулентами, которые у меня уже, наверное, года три или больше. И посмотрите, как они тоже выбухали. Они из этой маленькой своей емкости все вылезли наружу. И жалко мне их куда-то пересаживать, их ворошить. И вот то, что они так выбухали, по-моему, тоже не совсем хорошо. Ну, спрашивали, я показываю. Вы знаете, произошла очень нехорошая вещь с моими очень красивыми пеларгониями. С моей геранью королевской, которую я всегда вам показывала в цвету. Она у меня осталась, конечно, на улице. Но вот, к сожалению, я ее выносила на улицу. По-моему, где-то она у меня даже месяц там стояла. И туда наползли какие-то червяки. И потом, когда я ее на зиму опять внесла, эти червяки начали жрать листья. И все, в общем-то, объели. Мне пришлось все уничтожить. Я хотела даже вам снять, показать, что когда я стала эту землю вытаскивать, там этих червяков в земле было немерено. Огромных таких земляных гусениц.